Что делать человеку, если в его окружении менее ответственные люди добиваются большего успеха, чем он сам? Как ему реагировать? То есть, как по мне, то очень часто остро в профессиональной деятельности стоит вопрос, грубо говоря, зависти. То есть, кто-то менее ответственный, кто-то менее, по твоему мнению, опять же, ты же не знаешь до конца, кто меньше объема выполняет работы, кто менее ценен, он получает какие-то результаты и продвижения. Вот помните, это зависть между Саулом и Давидом, когда Давида после определенной деятельности, Саул был царем, а Давид был воеводой, и написано, когда он победил, то люди начали прославлять Давида больше. И они сказали, Саул там тысячу победил, а Давид намного больше. А вот как победить эту зависть, потому что в большей части это вроде бы мудрость и такая ответственность, но на самом деле это какие-то завистливые. Или как совладать с этой горькой завистью? Я даже помню, как на работе это очень сразу проявляется. Ты делаешь какой-то объем работы, рядом дают человеку твоего статуса или там даже меньше проработавшего какую-то менее такую тяжелую работу. И ты уже думаешь, как тебе работает, ты уже заглядываешь и смотришь, сколько времени работает, какой объем он выполняет. А на производстве это сплошь и рядом. Что скажет нам АВЛ, который не работал ни дня на заводе, который сидел в охране. Кстати, когда ты это говорил, я вспомнил своего начальника, который приходил, который говорил, ну что это за работа сидеть охранником, пустая трата времени. А у меня был вопрос, а вот это все, чем мы занимаемся, не пустая трата. То есть это он считал не пустая трата, но сидеть охранником это пустая. Ну, во-первых, когда... Ты завидовал другим охранникам? Ну, завидовал, конечно. У кого-то пистолет был гораздо более поморданнее, чем у меня. Но потом, когда я наконец получил пистолет, который я хотел, я помните, как... Ты вас гордился, да? Чтобы был проксор тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса, я понял, что хороший пистолет, за ним больше охоты. Нужно теперь еще его с собой всегда брать, его дома оставлять нельзя, потому что мне вскрывали два раза квартиру. А, то есть свои нюансы. То есть у вас тоже были свои сложности. Потому что поначалу я подумал, у тебя просто рай. У меня просто рай, да. Это сидеть на солнце, охранять какие-то там непонятные объекты, никому не нужные заранее, да. Но там должна быть охрана, потому что без этого нельзя оформить страховку на этот объект. И там должен сидеть просто вот человек, который... Который человек охранник, который может нажать кнопку, если что вызвать полицию. Я бы сказал, что это человеческое существо. Да. И все. И там можно было сидеть, спать. Главное, чтобы там нужно было быть. И вот вы у меня всегда. Я завидовал охранникам, которые сидели в офисных зданиях, потому что у них там интернет был. А, то есть ты завидовал себе, да? Да, конечно. Ну, дай рекомендации людям, которые... Вот два местописания, которые на эту тему написаны. Первое. Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Мы иногда смотрим на людей, которые особенно неверующие. Вот почему они неверующие, а мы такие вот верующие. И почему их там продвигают, а нас не продвигают. Второе местописание как раз на эту же тему. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господня. Потому что есть в будущности надежда твоя не потеряна. То есть, опять же, наверняка Иосифу в тюрьме казалось, ну вот я же все же делаю правильно. Ну почему вот его выпустишь? Я же просил за меня замолвить слово. Ну почему вот он, да? И, наверное, он все-таки где-то в сердце внутри роптал. Мы об этом не читаем, конечно, но я так думаю. Человеческая природа, она же одинаковая. И я думаю, что он все-таки не произносил это вслух, но где-то в сердце он что-то там... Имел. Да. И я думаю, что каждый из нас на каком-то этапе где-то кому-то завидовал. Почему вот он, да? Почему вот он там премьер-министр или он начальник, а я там не начальник и так далее. Все мы кому-то завидуем всегда. Но есть, знаете, такая зависть, на которой мы концентрируемся и начинаем уводить свой взгляд от того, что нам нужно делать, на то, как нам его подсидеть, это уже абсолютно нездоровая вещь. Но с другой стороны, посмотреть на почему у него лучше, а у меня нет, может быть, во мне проблема, может быть, я не делаю все, что нужно для менять, может быть, я немножечко там чересчур расслабился. Только он. Да, конечно. Только он, да. И начальник его больше любит. Поэтому вот и меня, наверное, из-за того, что я оправдание же должен найти, да? Вы сказали, что и вас гнать будут за имя мое. Но у начальника все равно есть любимчики, нет? Ну, понятно, да. Но на самом деле, вы знаете, что так было, так всегда будет. Можно найти оправдание всему, чему угодно. То есть ты все-таки склоняешься к тому, чтобы человек посмотрел на себя. На себя. И даже когда есть речь идет о спасении, и Писание говорит со страхом и трепетом совершать свое спасение, ни его, ни о свое, то уж, как написано, кальми паче, все, что касается жизни, служения и так далее. Мы сначала на себя, себя проверим. Окей, окей. Я могу тебе задать следующий вопрос? Да. Это интересно. На этот вопрос ты не хочешь, послушайте его тебе. Мне есть что сказать. У тебя есть что сказать. Я вот прям сижу и чувствую, что у него есть что-то. Скажи. Скажу, если ты просишь. На самом деле, вот этот момент, когда кажется, что у тебя кто-то неправ, а ты такой прав. Да. И почему там его повысили, или у него там больше денег, или у него там что-то, а у тебя нет этого всего. Я же не касаюсь нашей темы верующей-неверующей. Да. Стандартная ситуация жизненная. Заводская. Заводская, не заводская, не важно. У меня была ситуация, если можно, такой пример приведу. Много-много лет назад я, как бы, помогал в одной христианской организации американской, волонтером был. И на определенном этапе мне очень захотелось там работать. Очень захотелось там работать. Причем я не думал о деньгах, о чем-то еще. Мне просто хотелось быть в этом. Я хотелось посвятить свою жизнь больше, чтобы в служении быть, а не быть на работе. Да, на том же самом заводе с кондиционерами. И потом мне уже предложили как раз заводу на подшипниковом заводе, работаю, извините, там для спортивных машин. И, а я молился, чтобы там работать, в этой организации. Однажды я приехал, там, какой-то пикник, не помню, что такое. И смотрю, такой один брат в сторонку отходит, так. Я думаю, пойду с ним пообщаюсь, что он одиноко сидит. А он раз так в сторонку сигаретку достал и курит. Я думаю, а я так хочу в этой организации работать в этот момент, понимаете, да? И, господи, скажи мне, что делать? Вот, если надо курить, чтобы ты взял в эту организацию, то давай обсудим этот вопрос. Потому что если ты как бы этого мне только не достает, то я готов как бы рассмотреть ситуацию как-то. Но я хочу вам сказать, к чему это все рассказывает. Это же шутя, да. Знаете, как бы тогда это было не шутя, но и не серьезно. Это был крик такой души, знаете. Почему он, да? Да, почему он курит и там работает, а я такой классный пацан, понимаете, да, не курю, десятину с мятой даю, а там не работаю. Значит, что произошло позже? Я не начал курить ради этой работы, честно скажу. Это было испытание тебе. Вот, но, но, я просто продолжил молиться. И однажды мне щелк приглашает на эту работу. Я получаю эту работу. Позже? Чуть-чуть позже причем. Может быть через год. Далее, я стал директором этого человека тоже на этой работе. И ты отучил его курить? Кстати, он в тот день, когда я стал директором, он бросил курить. В тот день именно, в тот год. Параворочество. Да, тогда произошло, в сентябре там месяце было. Через два года меня взяли, я стал там директором. И как бы он бросил курить. Почему я все это рассказываю, всю эту интересную историю? Ты никогда не знаешь, что для тебя приготовил Бог. Нет. Нет смысла кому-то завидовать, нет смысла кричать душою, нет смысла пытаться на кого-то быть похожим, для того, чтобы стать там, быть там же, где этот человек. Возможно, то, что ты сегодня очень сильно хочешь, завтра тебе не надо. А ты уже чем-то пожертвовал ради этого. А во-вторых, просто, как сегодня Авелий уже говорил, слово терпение. Есть такое хорошее слово терпение. В Писании часто употребляется слово терпение, а для тех, кому уже не в молоту, есть слово долгое терпение. Ожидай того, что Бог приготовил лично для тебя. И двигайся, как мы говорили ранее, к своей цели. То есть, возрастай в этой цели, совершенствуйся в этой цели. И Господь, Он обязательно даст тебе то, что именно для тебя Он имеет. Слава Богу, друзья, со свидетельствами прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин